Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня очень важное видео про соду, уже третье по счету на моем канале. И тема такова. Соду. Надо ли гасить ее горячей водой, кипятком? И каково же здесь научное обоснование? Сейчас вы все это поймете сами. В прошлом своем видео от 16 апреля 2021 года я говорил о том, как сода замедляет старение, как она опосредованно убирает системные болезни и уменьшает хронические воспалительные процессы в организме. Каким образом сода влияет на отрегулирующие клетки и на макрофаги, как она вызывает определенную реакцию в желудке и передает заряд селезенки и далее на иммунные клетки, меняя их свойства. Говорил я в этой связи и о двух новых научных открытиях 2018 года по действию малых доз соды на организм. Вот это видео. Кто не смотрел, непременно посмотрите. Ну а поскольку то мое видео вызвало массу вопросов на тему, ведь надо же гасить соду кипятком, горячей водой, обязательно, я и делаю для вот таких людей, для всех это видео специально. Хочу только лишь напомнить, что потреблять нужно всего 2-3 грамма соды в день. Это 1 треть, 1 четверть чайной ложки. Вот для достижения того самого эффекта, о котором я говорил в прошлом видео, столовую ложку или больше принимать не нужно. Гашение. Это заливание горячей водой более 60-65 градусов или кипятком соды, когда виден эффект пузырьков, но это когда выделяется углекислый газ в результате химической реакции. Так вот, если нагреть раствор соды выше 60 градусов, то из обычной пищевой соды получается просто кальцинированная сода. Что такое обычная обыкновенная сода или так называемая пищевая? А это гидрокарбонат натрия или, совсем научно, кислая натриевая соль угольной кислоты. А что же происходит при нагреве пищевой, питьевой соды? Давайте разберемся. 2-натрий-HCO3, это пищевая сода, плюс температура воды более 60 градусов. Мы получаем натрий-2-CO3, то есть карбонат натрия или кальцинированную соду. Кальцинированная сода применяется в производстве стекла, бумаги, в хозяйственных целях. Для стирки белья, кстати, очень хороша. Она с горчицей, с порошком горчицы. И это натуральный стиральный порошок, по сути. И вредную химию покупать не надо. Так вот, кальцинированную соду, которая получается после гашения обычной пищевой соды, ее называют еще стиральной содой, и совершенно справедливо. Помимо кальцинированной соды выделяется углекислый газ, а также вода. Когда человек пьет гашеную соду, нагретую при температуре выше 60 градусов, то есть кальцинированную соду, то далее под воздействием соляной кислоты желудка, происходит еще одна интересная химическая реакция. Кальцинированная сода реагирует соляной кислотой желудка, и мы получаем помимо углекислого газа и воды натрий хлор, то есть обычную пищевую соль. Кстати, и в этой связи тем более очень забавно, ведь те, кто принципиально не едят в пищу поваренную обычную соль, но постоянно пьют соду, на самом-то деле они едят, потребляют очень много соли. Из двух грамм пищевой соды в день, то, что было выявлено в результате исследований, о которых я говорил в прошлом своем видео, образуется 1,4 грамма соли натрий хлор, пищевой соли. Вот представьте, кто ест, скажем, столовую ложку, 20-30 грамм, сколько образуется? 14-20 грамм соли. А теперь мое небольшое объявление о новых моих видео. Сейчас сезон, и вероятно, это будет актуально. Хотите, я сделаю видео про два простых натуральных способа защиты от комаров, которые, к тому же, не потребуют вообще денежных затрат, а только временных. Ну, собственно, труда. Но, которые являются более эффективными, нежели химия, которую многие покупают для защиты от комаров на дачах, в лесу, в турпоходах. Если интересно и хотите, тогда напишите в комментариях, вот под этим видео, что да, сделайте видео о защите от комаров. Могу, кстати, сделать аналогичное видео и о защите от клещей, ну, тех самых энцефалитных, и которые переносит еще боррелиоз. На мой взгляд, это не менее актуально. Итак, интересно, напишите вам, это всего лишь несколько секунд, а для меня это важная обратная связь от вас и показатель того, что вам это действительно нужно, и мой труд не будет напрасен. Кстати, была у меня еще задумка сделать видео о витамине В17 Лайтрили. И вот не знаю, сделать ли отдельное видео или нет смысла. Ну, а теперь продолжаю данное видео. Кальцинированная сода вызывает более щелочную реакцию, нежели обычная пищевая сода, негашеная сода. Вот именно на этом и основано то самое чудо, в кавычках, от гашеной горячей водой кипятком соды. Но люди получили бы больший эффект от потребления малого количества негашеной соды из-за того эффекта, о котором я говорил в прошлом своем видео. Да, гашеная кальцинированная сода, как щелочь, может помогать, потому что многие люди закисляют непомерно свой организм различной вредной пищей и напитками. Потому и тем такая сода помогала, когда ее применяли в больших дозах. Но все же нет смысла, тем более при правильном, адекватном питании, применять соду более 2-3 грамм в день. По крайней мере, постоянно. Да и излишки соли, натрий, хлор вредны. Да, говоря о защелачивании, может кто-то вспомнить про то, как в реанимациях капают раствор соды. И действительно это так, гидрокарбонат натрия вводится даже внутривенно. Но только тем, у кого есть метаболический ацидоз при тяжких хронических заболеваниях, при проблемах с почками, сердцем, тогда подбирают индивидуально дозу гидрокарбоната натрия и вводится этот раствор только в таких серьезных состояниях. Помните, сода нейтрализуется кислой средой желудка, а в больших количествах прием соды нарушает кислотность желудка. И это тоже нехорошо. А в этой связи есть, принимать пищу после приема соды сразу категорически нельзя. Потому что для правильного пищеварения нужна кислая среда желудка. Посмотрите непременно вот это мое видео про ПА желудочного сока. И тем более, если вы принимаете соду более 2-3 грамм в сутки, обязательно пейте перед едой, минут за 5-7 до еды, одну чайную ложку натурального яблочного уксуса на одну треть, одну четверть стакана теплой воды. Для чего? Для того, чтобы быстро вернуть нормальную кислотность желудка и тем самым для правильного, полного, нормального пищеварения пищи. Ну а соду в таких случаях принимайте за 15-20 минут до еды, чтобы и одно вещество, и другое адекватно, правильно подействовали для пользы нашего здоровья. Как применять в ванны с содой и солью, я говорил в первом своем видео о соде, вот в этом. А вот другие, действительно хорошие, правильные применения пищевой соды. Очень хороша она для полоскания полости рта, от кариеса, при различных стоматитах. Хорошо соды обрабатывайте кожу при укусах насекомых, при солнечных ожогах используется раствор пищевой соды, при ринитах и прочих проблемах. Уксус с содой смешивать нельзя, с лимонным соком тоже, происходит нейтрализация, нет никакого смысла. Вообще, соду ни с чем не смешивать, ее эффект отделен и подробно указан мною в моем прошлом видео. Все ссылочки на данное видео будут в описании под этим видео. Приобрести качественную, натуральную соду, без химии, без разных добавок, вы можете по ссылочке, которая будет дана под данным видео. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Пишите обязательно комментарии, свои вопросы. Может быть, придется сделать еще одно видео о соде, если вопросы или процессы какие-то будут вами непонятны. Ну и, конечно, поддержите мой канал и мой немалый труд. Поставьте лайк за это видео, подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Ну и делитесь, конечно, ссылками на мое это видео и другие мои видео со своими друзьями и близкими в соцсетях обязательно. Ведь эта информация и мой труд, это, по сути, ведь общее наше дело, если мы не безразличны к своим окружающим, близким, друзьям, коллегам и хотим, чтобы и мы сами, и они были здоровыми людьми. А мои видео как раз объясняют то, как устроен наш организм, как он функционирует, откуда появляются болезни, как они протекают и что нужно сделать, чтобы эти болезни убрать, предпосылки, то есть причины и первопричины этих болезней. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.